И снова массовое убийство в американской школе. Во Флориде бывший ученик открыл беспорядочный огонь. 17 человек погибли, но количество жертв может увеличиться. Об американской трагедии, так похожей на все предыдущие, подробнее Дмитрия Нопченко. Сценарий до боли похож на тот, что страна уже видела раньше. Городок Паркленд, неподалеку от Майами, населенный пункт, который недавно признали самым безопасным в штате. За 10 минут до конца занятий бывший студент с винтовкой в руках врывается в здание школы. Дети забаррикадировали классы и попрятались под партами. Он действовал не под влиянием эмоций. Продумал все заранее, все до мелочей. Включил сигнал пожарной тревоги, чтобы ученики вышли в коридор, и он смог стрелять по толпе. А сам запасся противогазом и дымовыми гранатами. Семнадцать человек в результате погибли, двенадцать внутри здания, двое снаружи, один на улице и два человека умерли в госпитале. Убийцу зовут Николас Круз, ему девятнадцать. Одноклассники рассказывают, мол, был тихим и стеснительным, настоящим одиночкой, у которого в школе не было друзей и постоянно возникали конфликты. Выгнали в прошлом году, когда он принес на урок оружие, на котором был помешан. Через полтора часа после того, как случилась трагедия, Круза задержала полиция. На этих кадрах, снятых ABC, видно, что он не оказывает сопротивления. Он сейчас в тюрьме. Мы начали изучать сайты и его страницы в соцсетях. И некоторые вещи, которые бросаются в глаза, очень обеспокоили. Обеспокоили, это еще мягко сказано. У преступника было два профиля в Инстаграм, где на каждой фотографии оружие, в том числе и та самая винтовка, с которой он потом придет в школу. Лицо в большинстве случаев закрыто. Есть и отвратительные фото, которые человек в здравом уме не вывесил бы. Как такое могло случиться в этом округе? Мы пришли к выводу, что это чистое зло, дьявольское проявление. И этот штат не смирится с насилием. Полиция пока не подтвердила аутентичность вот этой записи. Но, по словам местных журналистов, ее мог оставить на форуме сам убийца. Незадолго до преступления, открыто предупредив, мол, готовит расстрел. Но внимание на это обратили слишком поздно. Только сейчас, когда трагедия уже произошла. По официальной статистике, в Америке за последние пять лет 291 раз была стрельба в школах. Если разделить, то цифра выходит страшной. Получается практически каждую неделю. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова